здравствуйте уважаемые подписчики и гости нашего канала сегодня мы представляем вашему вниманию видеообзор розы сорта concord это новинка от немецкой фирмы кордес и была выведена в 2018 году у нас она растет с 2019 года с весны уже две зимы и три лета мы наблюдаем этот сорт роза вот сейчас вы видите краткие характеристики этого сорта мы расскажем вам то что вот за эти три сезона мы наблюдали в своих розариях роза относится к группе чайно-гибридных роз лет 30 назад был очень популярен сорт concord также немецкой селекции но срезочная роза которую выращивали во многих хозяйствах еще в советском союзе на срезку в латвии их очень много прививали отправляли и в москву и сибирь в хозяйство это была чайно-гибридная роза бордово-малинового цвета с высоким бокалом тоже concord очень ее любили было сортов немного чайно-гибридных срезочных но они были хорошие устойчивые ну кто помнит те времена она напомнит эти розы эту назвали почему-то также concord совершенно другая роза хоть она и относится к чайно-гибридным розам как-то больше она напоминает эту парковую розу даже гранди-флору может быть потому что отличается она чешеобразной формой цветка вот только начинает будто он расцветать да у него есть что-то отчаянно гибридные формы а когда распускается полностью то у нее чешевидная такая даже больше классическая ностальгическая форма здесь это хорошо видно цвет в начале распуска кремово-желтый даже вот ярко-желтые в центре и затем по мере распуска становится все более розовый ну и зависимости от погоды может даже какие-то темно-розовые даже красные оттенки приобретать цветки этого сорта растут они у нас в двух местах в одном месте круглая клумба это оригинальные саженцы от кордос которые были они прямо на самом солнцепёке растут и вторая клумба уже наши привитые саженцы совершенно в другом месте растут там полутень в последние годы как-то вообще очень стало появляться много новинок от всех производителей даже у дэвида остина английских роз каждый год много новинок стала выходить особенно после того как он умер это вдруг откуда стали появляться множество сортов и все они такое ощущение что не совсем опробированы если раньше восемь лет проверялся каждый сорт прежде чем получал свое имя и лицензию сейчас как-то странно все очень быстро заявляют одну группу растет она совершенно по-другому в общем и у нас тоже о этой розе сложилось впечатление что очень похожа она на зенгерхаузер юбилям роз очень схожая есть с этим сортом вот только цветет она более вернее менее обильно чем другие сорта роз чем такой интересный сорт жадный на цветы большого обилия цветов мы так и не увидели чтобы там вот любая особенно первая волна цветения возьмем любого сорта прям шапки 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 и прям масса цветов крым лавины то у конкорда такого не наблюдается обильного цветения нет цветов довольно мало как-то вот это вот за все три года так не дождались мы пышного цветения зато очень хорошие здоровые кусты и очень красивая вот как ни у какого сорта листва у конкорда но у него довольно жесткая здоровая глянцевая как будто его прям вот лаком покрыли на самом деле очень красивый лист у этого сорта красивый и здоровый высоту кусты вырастают до метра и в ширину сантиметров 50 какие-то кусты послабее какие-то посильнее ну вообще сами кусты довольно таки сильные побеги мощные действительно срезал и очень хорошо будут стоять срезки вообще цветок очень хорошо держится до трех недель цветут кусты и каждый отдельный цветок больше недели держится сейчас видите августовское цветение так вот уже совершенно отцветшие розы выглядят бледные в общем-то их надо отбирать потому что немножко портит вид кустов самих и так цветов не очень много если еще отцветшие такие тряпочки висят то совсем некрасиво смотрится здесь видно структуру бутона и распустившегося цветка больше действительно похоже на ностальгические розы и даже здесь видно что образуют розетки ну прям как у английского кустовых роз также сорт concord обладает довольно приятным ароматом не сильно насыщенный но приятный и чувствительный и также зависит от времени суток вот бутон нагревается ближе к обеду то более сильно пахнет утром холодный может вообще не иметь запах здесь сейчас вы видите у нас садовом центре как растут розы concord в контейнерах кусты красивые мощные несмотря на то что это молодые саженцы на цветы также дновато опять же где нигде и не очень крупные контейнерах ну как то вот потому что молодые во всяком случае кусты красивые а цветы как-то вот не удались у этого сорта вот 8 сентября уже много отцветшего как видите немножко и веснушками покрываются при отцветании такие своеобразные тряпочки превращаются но это уже касается отсверших цветов вообще к непогодам устойчивость очень хорошая ни дожди ни ветра не портят сам цветок это только вот после отцветания и здесь уже сентябрь был ночной заморозок и вот в таком виде оттаяли к обеду цветы и вот так вот они выглядят заболеванием тоже устойчивость очень хорошая как вы сами видите осень а цветы и листья чистые опрятные с нашими профилактическими обработками может быть это так но в общем ничего плохого сказать не можем действительно здоровый сорт несмотря на то что в двух местах в разных условиях росли розы concord росли они в общем-то одинаково что на солнце что в полутени можно было бы сказать что из-за этого может быть мало обильное цветение но наверное все таки нет наверное такая вот особенность сорта если кому-то хочется новинок все-таки может быть лучше попробовать какие-то другие новинки да лишь посадить тот же зенгер хаузер юбилем роз более обильно будет свести хотя и очень похож на сорт concord зимовали они у нас тоже хорошо одну зиму под лутрасилом вторую вообще без укрытия и перезимовали они очень хорошо даже несмотря на очень влажную весну много воды стояла призимовали все розы без потерь далее можете посмотреть как распускается сорт concord в режиме интервальной съемки у нас в студии конечно в темноте немножко по-другому даже красиво получилось съемка более цвет может быть более насыщенный желтый и сегодня у нас на этом все до свидания до новых встреч а 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 Субтитры создавал DimaTorzok